Стерлить – ценный вид исчезающих осетровых рыб и лакомый кусочек для браконьеров. Ее черная икра может стоить до 2000 долларов за килограмм. Однако достать стерлить из ее образа жизни можно только взрывчаткой. А такое масштабное браконьерство – серьезное преступление. И на Волге это редкость. Как, впрочем, и сама стерлить, неудивительно, что сохранить царскую рыбку и фтеологи стараются всеми силами. В Заволжье прошла экологическая благотворительная акция по зарыблению Чебоксарского водохранилища. Выпускала рыбок в свободное плавание и Юлия Важенина. Вот этих самых малюток выпускают сегодня на постоянное жительство в Волгу. 15 тысяч мальков стерлить отправят в естественную среду обитания. Это все сделано для того, чтобы в нашей родной, любимой реке Волга водилась рыба. Да, рыба царская. И стерлить – это рыба, которая занесена, как в красную книгу можно сказать, занесена, которую нельзя просто так вылавливать. И сегодня мы сделаем большое дело, когда эту рыбу, эти мальки запустим в нашу реку Волга. Экологическая благотворительная акция прошла в поселке Октябрьский на берегу Волги. Провести спецоперацию по возрождению исчезающего вида доверили детям из оздоровительного лагеря «Волна». Мы запускали рыбы, чтобы они размножались в нашей Волге. И чтобы в нашей Волге очень много рыб было. Малюток разводили в особых условиях и кормили специальным комбикормом. А за последние 10 дней их адаптировали к предстоящей температурной среде. Сейчас малыши весят в среднем по 5 граммов. В естественной среде обитания стерлиц живет до 30 лет, растет довольно медленно, но зато достигает 15 килограммов. Эта рыба достаточно хорошо приживается в водоемах, неприхотливо и примерно через 5 лет дает потомство. Это нужно для поддержания биоразнообразия и адаптации ценных видов рыб во вновь созданных водоемах. А поскольку условия жизни в этих водоемах, вновь созданных, они в принципе ничуть не хуже, чем были в реке, Я абсолютно уверен, что они приживаются и абсолютно уверен, что поголовье восстановится. Процента выживаемости, конечно, не будет 100%, это понятно, но довольно значительный. Иначе бы этих акций не проводилось. Кстати, лето является одним из самых благоприятных периодов для выпуска мальков в естественные условия. В это время в воде развивается много микроорганизмов, которые являются кормом для подрастающей молоди. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.